Наталья Игнатьева, меня зовут, я предприниматель, управляющий партнер компании Центр коммуникации «Публикум». У нас своя компания, специалист по обучению персонала, сертифицированный специалист по внедрению программы лояльности UDS. И сегодня я расскажу как раз вот о кейсе внедрения программы лояльности в очень красивый семейный бизнес. Я представлю героев этого семейного бизнеса. Вы можете увидеть сегодня, к сожалению, не состоявшегося спикера Ирины Баринова, она вторая слева, руководитель компании. Дальше идет дочь Елена Баринова, заместитель руководителя. И Павел Баринов, сын, доставка, отвечает за доставку и логистику. Ну а супруг на этой фотографии, он обычно оказывает моральную поддержку в большей степени, он не участвует в бизнесе. Итак, с чего все начиналось? У нас вообще немного истории этого бизнеса сначала была идея, и родилась она у собственника, потому что Ирина несколько лет работала наемным сотрудником в компании, которая занимается оптовыми поставками пищевого сырья для хлебозаводов, кондитерских цехов, молочного производства и производства мороженого. И вот в один момент Ирина понимает, что ниша для выпечки десертов, конфет ручной работы среди тех, кто кулинарит на дому, она не занята. И поэтому она решает открыть, ну как она любит говорить, реальный магазин, не онлайн, а реальный магазин для кондитера. И в этот же момент ее дочь Елена работает в той же компании, и она отлично владела знаниями и характеристиками пищевого сырья, и в принципе этого было достаточно для открытия семейного бизнеса. И в 2016 году открыли первую торговую точку, маленькую торговую точку общей площадью 36 квадратных метров, у нас в городе Ставрополь по проспекту Кулакова 10, это спальный район, не самый, скажем так, популярный. И что происходит? Дело в том, что до открытия этого магазина большинство позиций, покупателей, вот домохозяйки и кулинары на дому, они были вынуждены заказывать в интернет в магазинах и ждать подолгу, да еще и не то получали не того качества и не то присылали. И поэтому они были очень благодарны за эту идею, и бизнес стал разрастаться в магазине, стали появляться очереди, и собственник решает открыть еще одну торговую точку, и не просто торговую точку, а сделать супермаркет. И ровно год назад, в сентябре, открылся большой супермаркет кондитерских изделий по улице Даваторцев 46 Г, это юго-западный район, у нас это многонаселенный такой район, и большинство клиентов компании Кондитер Профи находятся именно там. Общая площадь магазина 300 квадратных метров, и на сегодняшний день в ассортименте компаний более 5000 наименований, собственник говорит, что это не очень много, ассортимент растет, есть куда развиваться, расширяться. Сотрудников в компании 12 человек на момент открытия супермаркета, к сожалению, три сотрудника за время самоизоляции по тем или иным причинам уволились из компании, и сейчас вообще происходит обновление кадрового состава, я выражусь вот так. Я покажу вам фотографии супермаркета, я очень люблю это место, такие просторные залы, вы знаете, когда я захожу туда, вижу эту вкуснятину, прям мне самой хочется кулинарить. Очень просторно, и хочу обратить внимание на кондитерскую студию, вот такая просторная кондитерская студия, аналогов у нас в городе нет. Дело в том, что там панорамное остекление, и прохожие могут видеть, как проходят мастер-классы здесь, и оснащена кондитерская студия, ну, по последнему слову, техники. Мастер-классы проводятся как для профессионалов, так и для любителей. И почему же приобрели UDS, почему вообще стал такой вопрос? Дело в том, что хорошие идеи не проходят незамеченным для окружающих, и подобные небольшие магазины стали открываться очень быстро, то есть нишу стали быстро занимать. И дело в том, что конкурентные магазины расположены даже в территориальной близости от самого супермаркета. И конкуренты стали вести очень жесткую ценовую политику, демпинговали. И перед собственником стал вопрос, а что же делать, как удерживать клиента. Задумались и изначально изготовили пластиковые карты на 3,5% скидки. Стали ими пользоваться, но через некоторое время поняли, что это не работает на удержание клиента. И у собственника родилась идея возможной даже разработки программы, бонусной программы с накопительной системой скидок. И, по счастью, в этот момент узнали о том, что есть такая программа лояльности UDS. И, как говорит Ирина, чужие изобретать велосипед, когда уже все готово. И буквально в канун 2020 года программу приобрели и поставили, какие цели стояли перед внедрением. Во-первых, получить конкурентное преимущество. Уйти от прямых скидок 3,5% и пластиковых дисконтных карт. Получить программу лояльности с накопительной системой скидок. Получить рычаги управления клиентской базой. Это было очень важно. Получить прозрачность бизнес-процессов и наладить прямой контакт с клиентом. Немножечко этапов работы с программой. Фактически 9 месяцев работы. Видите, как ребенок родился, наверное, и такие же результаты хорошие получили. Дело в том, что программа-то была куплена в канун Нового года. Используется с 1 января, но она работала в таком тестовом режиме. И собственник понимает, что знаний и навыков самостоятельного внедрения не хватает. Обращается ко мне. И с 13 февраля по 6 июня мы занимались комплексным внедрением по работе с программой UDS. Рассчитано было на 4 месяца взаимодействия. Но вы сами знаете, что произошло в этот период. Поэтому мы практически 4 месяца занимались внедрением. И можно считать, что только с 25 февраля программа используется активно и системно. Какие же результаты? На текущий момент в клиентской базе насчитывается 4684 клиента. Из них 3552 совершили покупки. То есть эти цифры говорят о том, что клиентская база, она очень активная, она рабочая, она живая. 605 клиентов на текущий момент, это 12%, не установили UDS. Это нормальный процент. Баллы этим клиентам начисляются по номеру телефона. И рано или поздно произойдет такой накопительный эффект, когда клиент установит это приложение и будет им пользоваться. Очень важно для собственника видеть портрет клиента. И здесь это прямо наглядно проявляется. 2751 человек, у нас 2751 – это женщины. И только 403 мужчины в клиентской базе. И средний возраст – 33-34 года. То есть это говорит о том, что это молодые достаточно женщины, у которых есть дети, а может быть даже не один ребенок. То есть, учитывая все эти нюансы, можно воздействовать на аудитории и искать партнеров по кросс-маркетингу. Еще хочу обратить внимание, ну вот как выглядит статистика в консоли. Обратите внимание вот на эту цифру. Эта цифра показывает, сколько баллов у клиентов сейчас находится на дисконтных картах. 1 874 902 балла. Помните, говорила о том, что стояла цель уйти от прямых скидок. Дело в том, что прямые скидки – это потеря, явная потеря, прямая потеря денег из кассы клиента. Данная цифра говорит о том, что эти 2 миллиона практически наш собственник, предприниматель мог потерять, если бы не ушел от прямой системы скидок. То есть, чтобы прийти и потратить эти баллы, клиенту нужно сделать еще какую-то покупку. И вот здесь это очень ценно для нашего собственника. Она отмечает этот нюанс. Статистика. Очень важно наблюдать за средним чеком для предпринимателя, потому что он возрос. И эта статистика вся отслеживается в админпанели. И прошу обратить внимание, что скидка, которая зафиксирована в программе, 4%. Запомните, пожалуйста, эту цифру. Я, когда мы перейдем к бонусной программе, вы увидите, что она гораздо меньше заявленной скидки. И, конечно, я не могу пропустить период самоизоляции, потому что основная клиентская база была сформирована именно в этот период. То есть в период жесткой самоизоляции пришли тысяча клиентов, но основная база, 3 тысячи клиентов, была получена вот за эти несколько месяцев. И хочу обратить внимание, что из 3 тысяч клиентов 554 пришли из Инстаграм. То есть основной трафик идет из Инстаграм. Это основной канал, в котором размещается реклама. И 110 из этих клиентов потратили уже 303 тысячи 325 рублей. Почему же в период самоизоляции так получилось, что клиентская база основная была сформирована и не были потеряны клиенты? Потому что Ирина, наша предприниматель, она не растерялась, не сложила руки, не впала в панику, а был сделан упор на доставку. Расширена география. Были предложены клиентам различные варианты доставки по городу. Бесплатная с транспортом компаний, вы видите, красивый забрендированный автомобиль. Были использованы также такси для тех, для кого было срочно нужно было доставить. Был возможен самовывоз товаров. Не все, конечно, было так гладко. Просел ли бизнес? Конечно, просел. Но тем не менее, благодаря тому, что были предприняты очень такие эффективные действия, этот бизнес сейчас развивается дальше. И немножко про бонусную программу. Сразу скажу, что бонусная программа достаточно скромная, потому что основная продукция в этом бизнесе, она низкомаржинальная, но тем не менее, она очень хорошо стимулирует клиентов возвращаться в эту компанию. 100 приветственных баллов. У клиентов есть статусы. Они используются с июня месяца, прошу прощения. Видите, проявили, собственник проявил креатив. Есть кондитер-новичок, кондитер-любитель, ну и, конечно, кондитер-профи, которые получают от 3 до 7% каждого в зависимости от их покупки. И есть вознаграждение за рекомендации. Первый, второй, третий уровень. 3, 1 и 1% соответственно. Есть, конечно, дополнительные стимулы. 50 баллов за эффективную рекомендацию. 200 баллов ко дню рождения. И баллами можно оплатить всего 7% от суммы заказа. Я, помните, обращала на одном из предыдущих слайдов внимание. Достаточно скромная такая скидка, тем не менее, она стимулирует клиентов возвращаться. А скидка, которую показывает, реальная скидка, которую показывает программа, 4%. А фактически, я думаю, она будет еще ниже, ну, с учетом маржинальности продукции. И такой нюанс, что баллами можно оплатить до 100% за участие в мастер-классах. То есть клиент таким образом стимулирует, наш предприниматель стимулирует своих клиентов участвовать и развиваться, обучаться и развиваться. Рекомендации. Дело в том, что сейчас процесс рекомендаций, он достаточно стихийный. Над ним не работает целенаправленно, тем не менее, он приносит результаты. По рекомендации, вы видите, в базе пришло 369 клиентов. 128 из них сделали покупок на 877 754 рубля. Это говорит о том, что на привлечение этих клиентов не было потрачено собственникам ни копейки. Их привели его же клиенты. И Ирина, руководитель компании, понимает, что вот этот канал привлечения клиентов, конечно, надо усилить. И есть инструменты, есть рычаги. Просто надо над этим работать. Источники трафика. Ну, как говорили предыдущие спикеры, очень важно понимать, откуда приходит клиент. Из приложения, самого клиентского приложения UDS App пришло 347 клиентов. 226 из них сделали покупки на 681 с лишним тысяч рублей. Листовки очень хорошо работают, которые раздают в магазине. И информация о бонусной программе. 340 клиентов попало в базу. 269 клиентов сделали покупок на 2 с лишним миллиона рублей. Мастер-классы приносят клиентов, приводят. 41 клиент. 30 клиентов сделали покупку на 146 с лишним тысяч рублей, на 147 практически. И, конечно, основной трафик клиентов – это Инстаграм. 855 клиентов в базе из Инстаграма цифровалось. И из них 281 делали покупок на 1 с лишним миллион рублей. То есть понятно собственнику, куда вкладывать деньги. И я, конечно, не могла не отметить, что реакция на первую публикацию про UDS в Инстаграм 2 марта, принесла 101 клиент в базу. Знаете, как будто ждали этого объявления. Вот, собственно говоря, подтверждение моих слов. Это скриншот из админпанели. Так, очень важна обратная связь клиентов. Клиенты активно используют этот канал. 1270 отзывов. Посмотрите, какая хорошая оценка. 4,9 для собственника. Это очень важно. Отличные отзывы приходят. Самый лучший кондитерский магазин в крае. Спасибо большое за понимание, внимание. Как всегда, все великолепно. Активно работает коммуникация с клиентами через раздел новости. То есть как только отправляется пуш-уведомление по какой-то акции, по какой-то новинке, тут же приходят сообщения в админпанель с вопросами и уточнениями. И еще активно используется популярностью раздел товары за баллы. По сути дела, это компенсация за такую небольшую скидку. То есть клиенты могут накопленными баллами практически бесплатно приобрести любой из товаров. А это ходовые товары. Это не просто так устанавливают те, которые не нужны, а это все ходовые востребованные товары. То есть их можно оплатить 100% накопленными баллами. Ну и что самое ценное в программе отмечает собственник, предприниматель? Это, конечно, получено конкурентное преимущество. Это возможность удерживать клиентов, влиять на их возвращаемость, контролировать бизнес на расстоянии, получать обратную связь от своих клиентов и видеть статистику и аналитику. И цели, которые сейчас стоят, это найти партнеров по кросс-маркетингу, усилить рекомендации, запустить сарафанное радио целевое уже и создание интернет-магазинов. Ну и все. На этом все. Приходите в кондитер-профи. Продолжение следует...